Недругом нашей страны не имется. Как же бесит их то, что Беларусь динамично развивается. И политика государства социально ориентированная. А если говорить проще, Беларусь заботится о людях. Вот и пытаются заграничные киберпреступники укусить побольнее. Атакуют предприятия социальной сферы. Надеются на резонанс в обществе. И им абсолютно наплевать, что могут пострадать обычные беларусы. А вот и пример. Не так давно хакеры заблокировали сервер с базой данных Костюковичского жилкоммунхоза. Из-за возвращения доступа потребовали деньги. Получается, атака была целевой. Фактически, это угроза простым людям. Ведь сбой программного обеспечения мог привести к путанице по выплате заработной платы работникам предприятия. А в жилкоммунхозе коллектив немаленький. А еще к неразберихе в жировках, переплатам и пеням не вышло. Органы власти и силовой блок совместными действиями сделали все, чтобы уберечь жителей района от искусственно созданных проблем. А дело было так. Середина сентября. 7 утра. В Костюковичском жилкоммунхозе начало рабочего дня. Все как обычно, кроме одного. Специальная программа 1С дала сбой. Когда я пришла на работу и включила сервер, все значки рабочего стола были белого цвета. Первое, что я сделала, это перезагрузила сервер. Но ситуация не изменилась. Потом я посмотрела файловую систему компьютера и увидела, что все файлы изменены в ночное время. Инженер-программист поняла, совершена хакерская атака. Подверглись атаке данные начисления заработной платы, лицевые счета, банковские счета работников предприятия. Сервер жилкоммунхоза заблокировали. А вскоре на рабочем экране появилось сообщение. За код разблокировки вымогатели потребовали выкуп. Хотели 700 долларов в первый день, во второй – 1000. А в последующие дни сумма будет удваиваться, писали. Любой здравомыслящий человек понимает, что требовать выкуп скомунхоза нелепо. И вовсе не это настоящая цель забугорных киберпреступников. Нет, главное для них – раскачать людей. А вось собьется график выплаты заработной платы или будет путаница с жировками, и люди останутся недовольны. В первую очередь я поставила в известность руководителя. Вместе с ним же решили сообщить в РОВД. Ну и позвонила в РОВД. Ну и антивирусной программой прошлись, конечно же. Киберзахват сервера – это дестабилизация рабочего процесса. Но мы, белорусы, люди бдительные. Два раза повторять не нужно. Масштабные кибератаки уже помогли поднять общий уровень осведомленности о возможных угрозах. И все заинтересованные службы – начеку. Были приняты своевременные меры по минимизации последствий хакерского взлома. И все получилось. Работа восстановлена, люди не пострадали. Несмотря ни на какие атаки, я могу гарантировать населению города Костяковича, Костяковичского района, что в их домах будет тепло, светло, чисто и уютно. И хочу поблагодарить специалистов за оперативно принятые меры, своевременные, что не позволило, никак не отразилось на работе нашего предприятия и на качестве оказываемых услуг. Сейчас расследованием кибератаки на предприятия жилищно-коммунального хозяйства занимаются следователи. Костяковичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 208 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это вымогательство. В настоящее время следователями во взаимодействии с сотрудниками милиции устанавливается личность виртуального злоумышленника. Назначено проведение компьютерно-технической экспертизы. Вот такие личности сидят себе за границей и постоянно ищут способы, как насолить стране и в первую очередь простым людям. Подобные атаки на социально значимое предприятие бывают периодически, но они безуспешны. Так и хочется сказать, не тушьтесь, мерзавцы. Желание подорвать спокойную жизнь и работу белорусов разобьется о слаженное действие силового блока, качественный подход в организации рабочего процесса и понимание людей. Продолжение следует...